Послание Якова, первая глава, и мы начали открыть и начали такой разбор послания Якова. И вот то, что мы уже видели, не хочу слишком много раз делать повторения одно и то же, но очень важно, чтобы было какое-то основание. До того, как мы изучаем Слово Божие, стоит какое-то основание, какие-то там вступительные такие слова. Мы здесь, как баптисты вообще верят, что только Писание. То есть, это наш окончательный авторитет. Аминь. То есть, все, что касается веры, поведения, практики Божьей воли, как Господь открыл себе и все остальное, вот мы верим, что это и есть Божьи слова. Он специально дал человеку эти слова. Она доказала, уже сама, не надо никакой человек, который защищал, она способна сама защищать. Христос сказал, что мир пройдет, но мои слова, они не пройдут. То есть, Бог дал эту книгу. Это вообще не так, как Коран, это не как другие, как называемые духовные, как называемые Писания. Бог вдохновил эту книгу, и мы видим это по качеству, как она может предсказать будущее, то есть, пророчество. Детально, все остальные пытаются претендовать, что они имеют такой авторитет, так как она, но они не имеют. Просто нету. И, то есть, разве это не странно, что существует сколько там, я забыл, 30 чем-то стран в мире, где запрещают именно эту книгу, но не запрещают ядерные оружия и другие опасные оружия. Разве это сам не себе говорит, что люди боятся, что здесь написано? Все, что тебе надо, чтобы люди смотрели на тебя косо. Просто идите в обществе на базар и держи эту книгу в руках. На кассу, в банк. Положите его, как сумка, и как у тебя вот другие вещи. Положите там на столе. Положите там, где, когда ты в банке, или на платье за свет, за газ или что-то. Я знаю верующие, которые, у них была привычка. Я всегда имею Библию при себе. И берите его везде, и смотрите, как реакции людей. Это их пугает, делает им чуть-чуть нервнее, неловкие. Почему? Сила. Аминь. Здесь сила. Некоторые, конечно, равнодушны, некоторые вообще не понимают. Те, которые хоть немножечко понятия, совесть уже начинает донимать. Свет уже проявит, и ты вообще не цитировал стих. Она такая книга. Но в этой книге Бог давал полное откровение человеку, чтобы он знал Божию программу. То есть от начала до конца. И у нас примерно 7 тысяч лет. 7 тысяч лет человеческая история содержится здесь. И в прошедшем виде, и в будущем виде. У нас до Христа примерно 4 тысячи лет. Мы уже 2 тысячи лет, и мы на гран этот суббот. Так и есть. Будет тысяч лет отдых. То есть царство придет. И зная, что есть будущие моменты этой книги. Когда мы толкуем эту книгу, мы его толкуем буквально. Там, где говорится буквально, мы ее толкуем буквально. Там, где очевидно, что он имел в виду что-то прообразное, или притча, или что-то, мы понимаем, потому что там написано. Он говорил им притчу. Что это значит? Ну, это притча. Да? Есть вот такие вещи, которые всего лишь прообразы. Мы тоже их видим, но читаем ее и применяем буквально. А когда стараемся толковать и применять его буквально, сразу появится как будто противоречие. И я говорю, есть противоречие, как будто противоречие в Ветхом Завете, те, которые касаются генеалогии, может быть, касаются числа воин в каком-то армии, или в год начала царствования кого-то, или что-то. Но эти как будто противоречия очень легко объясняются, обычно по контексту, и обычно все, что тебе надо, чуть-чуть внимательно читать и посмотреть, или есть какой-то исторический момент. Ну, мы видели, например, вот Даниил, как будто была проблема первая и вторая глава книги Даниила. И там нет, не было. И просто надо объяснить, открыть, объяснить, показать. Здесь никакие противоречия. То есть, это Божья книга, и она говорит авторитетно. Когда она говорит о науке, она говорит авторитетно. Когда она говорит об истории, она говорит авторитетно. Аминь. И нам не надо бояться, нам не надо менять нашу позицию, нам не надо как-то пытаться гармонизировать и наук вместе с Писанием. То есть, есть те, которые говорят, они и верят в эволюции, и верят в творение. И нет, не надо так. Так что, книга Иакова. Первая, вторая Петра, послание к евреям. Первая, вторая, третья Иоанна, послание Иоанна. И тоже Иуда. Они все очень уникальные такие книги, потому что у них есть склонность, у них есть, как мы говорим, еврейский вкус. Или у них есть вот такой вкус, который применяется и доктринально здесь. То есть, мы читаем книги Святкого Завета, и мы получаем наставление, назидание. Аминь. Но мы в буквальном смысле, мы не делаем то, что они делают. Сейчас дерево, познание добра и зла не растет. Это не то время, это не то век, это не то период. Вот. Аминь. Дождь уже есть, радуга уже есть, и слава Богу за это, потому что Бог держит его завет, слава Богу. Но он никому не сказал здесь, что нам надо строить ковчег. Мы читаем, принимаем духовное назидание с этого. Кучек там написано, что храм, очень много. Больше там написано об этом храме, об этой их столбе, которые в храме, чем есть вот отворение мира. У Господа было свои причины, и есть. Может быть, когда-то мы их посмотрим. Но мы сегодня в буквальном смысле мы не принесем жертвы. Священники сегодня в буквальном смысле у них их нет. У нас первосвященник там, и мы все священники. Мы призваны принести Богу духовные жертвы. Понимаешь? То есть, хотя, ну, это все находится в Писании, в Ветхом Завете. Мы читаем, назидаемся, аминь. Ну, чтобы как найти, применять эти, например, установления и законы Святкого Завета. Ну, как адвентисты к седьмого дня. Они говорят, что нельзя кушать сало. Бедный, ну, я сегодня кушал бекон. Было вкусно. Аминь. Я поблагодарил Господь за это, и аминь. Вообще совесть не донимает. Но они берут, они берут Писание из, ну, такой период, который уже этого нет. Это была тень настоящего. То, что, ну, градет. Так что правильно, очень важно правильно разделить слово истами. Как здесь написано. То есть, это значит, что когда есть как будто противоречие, обычно это значит, что этот стик, этот отрывок, Иногда эта идея имеет свое буквальное применение здесь, или здесь, и не здесь. Галатам говорит, что если кто-то, и даже если ангел проповедует, благовествует не то Евангелие, которое мы благовествовали, да будет анафема. Появился ангел в 14 главе Откровения. Он там проповедует так называемое Вечное Евангелие. Вечное Евангелие. И там вообще не упоминается смерть, погребение, воскресение Иисуса Христа. И апостол Павел сказал, что вот, проповедую вам Евангелие, Евангелие это смерть, погребение, воскресение Иисуса Христа. Явное противоречие. Вот, ангел, он проклад. Почему? Потому что этот ангел проповедует здесь. Тот период уже кончился. И мы находимся сейчас в периоде благодати. Мы его называем так, или церковный период. Чтобы эта Божия программа сегодня, можно так сказать, приобрести жену за своего сына. И она и еврейка, и язычница. И поэтому часто ты видишь, как эти прообразы Иисуса Христа в Ветхом Завете, у них есть жены, они язычницы. И это просто случайно Господь так сделал. Вот. То есть, этот слуг Авраама, он был послан, чтобы что? Найти жену для сына. Исаак – один из величайших. А Сара – прообраз Израиля. Авраам – это прообраз Бога Отец. И Израиля, когда она погибла и умерла, то есть, как страна временно, Бог сказал, мне надо искать сына для моего сына. И вот. Это прообраз церкви. Жены. А, жены. Извините, что я сказал? Сына. А, ну, извините. Слава Богу, что люди понимают. Но это просто примерно. Надо правильно разделить слово истинное. И книга Иакова имеет свой такой момент именно здесь. И потому что пытаться гармонизировать или объяснить вторая глава свете, вторая глава эфесянам, не получается. Очень много здесь моментов, где мы видим, что Иаков написал его до того, как апостол Павел получил, его откровение о благодати Божией. Это раз, ранняя дата для этой книги. Это был Иаков, который был брат Иоанна. Он был одним из этих, именно избранных трех апостолов. Он написал его послание, и он послал его на двенадцать колен. Израил и Израиля. И это сам по себе уже должен давать студенту Библии, что вот здесь уже надо быть очень осторожным. Потому что, когда любые толкователи Библии берут обещания, стихи, отрывки или что-то из Библии, и применяют в себе, когда это не касается тебя, результат этой ереси. Например, были крестовые походы. Да? А кто знает почему? Именно главный мысль, который направлял, то, что, как сказать, толкнул Папа Римский к этому. Нет, не совсем. Зачем тогда ему можно было бы в совсем разных местах? Потому что они преподают и верят, что теперь они, то есть католики, это на месте Израиля. Это называется богословие, то есть помещеническое богословие. Или как это? Совмещение. То есть они теперь на место Израиля. Так верят свидетели Яговы, так верят адвентисты седьмого дня, так верят пресбитрианцы, так верят католики, так верят православие. Они все верят, что теперь они на место Израиля. Израиля. И имеют право, потом, когда они читают Ветхий Завет, особенно то, что касается восстановления Израиля, Висая, например, где Господь говорит, я буду восстановить вас, я буду опять тебя посадить, и у тебя будет благословение, все остальное. Они читают и говорят, ой, это мы, это мы, это мы, это Папа Римский, это я, это я, и мы будем там руководить мир в Иерусалиме. Папа Римский до сих пор, Ватикан до сих пор имеет свое место на ООН. Сидят за столом, представляешь? Как отделный народ, Ватикан, и до сих пор не признает, не осознает, не принимает, что Израиль это народ. Почему? Потому что они верят, что они должны сидеть там в Иерусалиме. То есть они цитируют Писание. Целый день цитируют Писание. И те же самые здесь, братья и сестры, что нельзя применять, нельзя воровать обещания, которые Бог давал Израилю, и применять в себе. Так что нам надо быть аккуратным, потому что очень много моментов и контекстов здесь, в этом послании, где мы видим, что имеет свое буквальное применение здесь. Очень много стихов в Ветхом Завете, в Новом Завете касается этот период. И вот, так что, уже мы повторили, и давайте дальше. Давайте дальше. Хорошо, первый стих. «Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом». Они буквальные. Это не духовные колены, это не свидетели Иеговы, это не 144 тысячи. И начинается. Нет, это буквальные колены. Господь знает, где они и находятся. Находящиеся в рассеянии, рассеянные, радоваться. «С великою радостью принимаете братья мои». Так что он приветствовал их, и здесь это приветствие идет прямо и верующими, и неверующими. Потому что было написано «двенадцать колен» Израиля. Не просто церковь, не просто диакон или пастыря, старейщины в одной церкви где-то. Здесь это было общее такое послание всем, которые находились в рассеянии. «С великою радостью принимаете братья мои, братья мои, здесь имеет двойное, можно сказать, применение, братья, это, конечно, мы говорим, как братья во кресте, но он имеет в виду, как в Ветхом Завете, братья, это было, ну, как евреи между собой, и так, и так. Но вообще, Яков Зиск обращается как евреям, братья мои. и мы видели, и мы видели, особенно, на день Пятидесятницы, было очевидно, что там было и спасенные, и не спасенные евреи. Были те, которые приняли Святой Дух, и были те, которые не приняли Святой Дух. И все равно Петр встал и сказал, да будет известно всем дом Израиля. И потом он сказал, братья мои. И он обращался к евреям. Он обращался не к верующим, он просто, он был еврей, обращался им так. А здесь то же самое. С великою радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения. И то, что мы видели в прошлый раз, что искушение здесь это испытание. Смотрите, пожалуйста, третий стих, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Так что искушение имеет тоже такое двойное понятие. Искушение, то есть не искушайте, то есть люди говорят, искушение здесь в этом контексте, это когда есть искушение нарушать Божий заповедь. Так? Есть вот это это называется негативная сторона закона. Это когда мы делаем то, что Бог запрещает. Это грех. Грех имеет свой двух сторон. Это когда мы делаем то, что Бог запрещает, и это когда мы не делаем то, что Бог велит. Понятно? То есть большинство людей считает, что грех это когда мы что-то делаем. Иногда нет, это иногда когда ты что-то не делаешь. Большинство верующих согрешат именно второго вида. Это не в том, что они пьянцы, гуляют там, воруют, обманывают и все остальное. Это просто в том, что они не общаются с Господом, не говорят никого об Иисусе Христе, не молятся, не дают, не помогают. То есть, это обычно они говорят, вот, видишь, как они такие блестяющие, хорошие члены общества, но они тоже грязные, понимаешь? То есть, испытание веры вашей, это когда Бог говорит, надо так жить. Он открыл тебе его воля. И ты на это смотрел и сказал, если я так делаю, это будет стоить год. И быть послушным Господу всегда что-то стоит. Мы всегда желаем получить скидку. Аминь. Или вообще лучше бесплатно. Аминь. Скидку или бесплатно. Так не получается, братья и сестры. Если все, которые живут благочестиво во Христе Иисусе, что? Гонимые будут. Так что, невозможно. Сатана так устроил его систему этого мира, чтобы получить именно все благословения этого мира. И что это ничего не стоило никак. Тем выше в этом системе, то есть, уже уровень как политик, президент Иисус Туноя, тебе надо продать свою душу. Вот сколько стоит. Сатана сказал Иисусу Христу, что вот, весь мир, этот мир, он показал ему все. Сказал, что это все принадлежит мне, и кому я хочу, я отдам. Сколько стоит? На колен. И все. Это значит, что где-то Путин, Обама, Порошенко, был момент в их жизни, когда было на распуте. Сатана сказал, хочешь? На колен. Боб Джон Старший сказал, что человек получает известность, он получает популярность в этом мире прямо по пропорции, поскольку он может быть управляемым. Понимаешь? То есть, тем больше кто-то может тебя управлять, тем больше ты хороший. Это очень плохо говорит об Обаме и Путине и все остальные. это значит, что кто-то их как кукли. Это была верующая философия Боб Джон Старший. Хорошо, испытание и искушение. Здесь он сказал радуйтесь и тоже чуть-чуть дальше он сказал, что вот 13 стих в искушении никто не говорит Бог меня искушает. Потому что Бог не искушает со злом и сам не искушает никого. И это было написано после того, как смотрите пожалуйста Евангелие от Луки Евангелие от Луки и четвертая глава. Евангелие от Луки четвертая глава. Иисус исполненный Дука Святого так возвратился от Иордана Иордана и поведен был каким образом? То есть Святой Дук вел ему куда? В пустыню. А что там было? Искушение. там сорок дней был искушаем от дьявола. Кто его вел туда? Видишь? И мы уже видели как в одном отрывке когда Давид перечислял народ Израиля в одном месте говорится что Бог ему повелел этого делать в другом месте сказал что Сатана ему повелел этого делать. Как будто здесь опять противоречие. И особенно когда есть в Писании как будто противоречие какая-то самородок там есть. Какое-то сокровище есть. Что-то откроется на те которые готовы принять. И мы видели что Иова первая глава вторая глава явно объясняет. И тоже был момент в Израиле когда все когда пророк появился перед Израилем и он сказал что вот так я видел Господа и за круг был даже дьявол нечистый дух и он сказал кто идет чтобы обманывать именно царя этого и был ложный дух я ему скажу ложь и Господь сказал идите занимайтесь и там написано что Бог никого не искушает то есть когда как это получается что вот Бог допускает чтобы Сатана работал это еще его система Сатана он тот который имеет силу над смертью это его сфера и придется момент когда Христос будет раз и навсегда его уже победить и подчинять он уже его победил но этот еще как сказать не в силе так скажем так что как Бог работает и как Сатана работает иногда путается поэтому есть такое понятие тем ближе ты в Господу тем ближе ты будешь уже Сатаную в каком смысле был этот держимый дьяволом человек в деянии и были вот эти сыновей как его скива скива семь сыновей и они слышали что ой есть новое имя сила какая-то и мы будем давайте попробуем выгонять беса из этого имени и этот бес смотрел на них и сказал Павел я знаю Иисус я знаю кто вообще кто ты что это значит апостол Павел был уже на его радар он знал где он он знал как он он знает что он говорит и все остальное и то есть тем ближе к Господу тем потом как раз ты уже появился на радар сатаны и он делает то что он делает давайте тогда давайте посмотрим несколько стихов 1 Коринфянам 5 глава 1 Коринфянам 5 глава и 5 стих в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа общее с моим духом силою Господа нашего Иисуса Христа предать сатане во измождение плоты чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа то есть здесь вот такое церковная дисциплина здесь упоминается чуть-чуть может быть есть конечно вот такое заявление сила Святого Духа как было в деянии период апостольский было там ну было апостольские знамения и чудеса было вот это все было и целение видно что у апостолов была способность просто делать так и человек уже сразу заболел сразу ослеплел апостол Павел так сделал и люди получили болезни это было вот знамения апостольские и то есть раньше верующие поняли так всего лишь два царства в мире царство Бога и царство сатана идти либо тут или идти либо там понятно так что есть такая благословение и защита когда человек спасется он перечисляется или переходит уже на царство Божия и есть благословение есть защита и когда он присоединяется с церковью так и община с верующими людьми и есть поддержка и ободрение и утащение и общение с верующими есть благословение и есть защита то есть быть связан с поместной церкви где господь есть кучек благословения и как называется недостижение ну как приобретение да ну не урон но ну вот добыча добыча то есть вы вы не знаете насколько было бы жизнь сложнее люди говорят ой 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 и ты вообще не понимаешь что вот просто из-за того что ты слушаешь господь молишься ты связан люди молятся за тебя ты сам молишься что ты не получишь как аминь я заметил что я вообще не так часто болею так как раньше аминь расходы просто эконом то есть расходы которые были на грех слава богу уже этого нет сразу деньги появились уже в кармане аминь это греховный образ жизни уже у меня нет столько там как сказать на больницу мне мои деньги идут слава богу бог и целает бог благословляет бог дает здоровье бог охраняет аминь я верю у нас нет столько катастроф которые смогли было бы быть если бы не было вот божья рука на нашей жизни так у тебя это все есть когда у тебя право с господом но когда человек грешит и грешит и грешит у господа есть несколько как лук лук имеет несколько слоя да и есть слоя дисциплина дисциплина это не наказание дисциплина это чтобы ты ну толкнул тебя чтобы ты жил правильно первый слой это твое общее взаимное отношение с Иисусом и Святой Дух он работает через совесть он работает то есть через вот этого когда совесть и Святой Дух донимает и ты не обращаешь внимания потом ты читаешь Библию Библия говорит потом опять Святой Дух второй слой ты этого не обращаешь внимания потом Господь чуть-чуть увеличивает температуры амин хочет чтобы у тебя было внимание смотри смотри и потом пастор сам не понимает пастор сам вообще не знает что происходит и он встает иногда он проповедует именно тот отрывок который Святой Дух уже сказал сколько из вас у тебя было вот такое у меня было такое Святой Дух сказал я потом следующее воскресенье проповедник и понял это Святой Дух не послушал вот первый слой дисциплины не второе уже третье а если этот совпадение это совпадение просто случайно было такое тогда есть уже проблемы появляются проблемы и обычно ты болеешь болезни человек который не исповедует свои грехи он болеет по Писанию если ты болеешь это не значит что ты грешный но это один вид Божьего дисциплины и в этом отрывке может быть было здесь такие апостольские знамения и силы что человек был уже награн умреть может быть но вообще когда человек уже следующий шаг или слой это церковная дисциплина когда уже стало известно что этот человек член церкви скандал или плохое свидетельство его поведение в мире уже вмешательство Божьего Евангелия и люди смотрят ой это верующие тогда зачем меня тогда мы обязаны практиковать то что называется церковная дисциплина и так здесь и когда это произойдется мы их исключаем исключаем и это вот о чем здесь идет речь они исключили то есть уже не здесь они уже в мирском системе и хотя мы не такие которые говорят ой нельзя сказать добрый день или приветствую или что-то такое если есть дела если есть мама бабушка мы не здесь как те которые например свидетели Яговы даже запрещают чтобы люди которые ушли от них общались даже с внуками это мы мы не практикуем мы убираем от подобного человека называется общение это то что очень ценное общение с другими верующими братья и сестры это что-то иметь даже такое количество людей молиться за тебя это что-то аминь не надо смотреть высоко на люди здесь в этом собрании ты не знаешь насколько Господь их слушает аминь так что надо надо иметь жажду надо как апостол Павел сказал он даже на английском чуть-чуть использовал такое слово вожеление да то что запрещено то есть он говорит что я вожелал именно вот эти мы говорим вожелал ваши молитвы как будто похоть как будто вот такое есть жизнь так что здесь вот такое что он предал ему сатану первая Тимофея первая глава первая Тимофея первая глава смотрите пожалуйста 20 стих первая первая Тимофея первая глава 20 стих таковы имени и Александр которых я предал кому сатане чтобы они научились не богохульствовать еще один стих смотрите пожалуйста первая Коринфянам первая Коринфянам третья глава вместе с и первое Послание Коринфянам третья глава Первое Послание Коринфянам третья Первое послание к Коринфянам, 3 глава, и 17 стих. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм кто? Вы. Твое тело является храм Святого Духа. И хотя душа спасенная на веки веков, и есть вечная безопасность в этом смысле, Дух возрожден, душа спасен, тело и плод есть плод, и тело есть тело. А теперь сравниваем вот этот Святой Дух в этом храме. Если ты, как это здесь написано, разорит, то есть делаешь его грязным. Послание к Коринфянам, 8 глава, и 13 стих. Ибо если живете по плоти, то что? Умрете. И если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. И есть вот другие отрывки. Смотрите, пожалуйста, второе послание Тимофею и вторая глава. Второе послание к Тимофею и вторая глава. 24 стих. К рабу же Господа не должен ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, а не злобивым, скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети, сети его дьявола, который уловил их свою волю. Опять здесь дьявол. И он ловит людей. Так что, что это все значит? Это значит, что вот, братья и сестры, если ты живешь греховный образ жизни, грязное, плохое свидетельство, Господь будет тебя... Он будет облегчить. Списание, Святой Дух, совесть, другие верующие, проповеди, церковные дисциплины. И когда уже дело дошло до этого, церковные дисциплины и исключены. Мы не верим, что человек потерял свою спасение. Но если человек не исповедует свои грехи, что случится? Он заболеет. Он становится слабее и в духе, и в теле. Потом он заболеет. И как 1 Коринфянам 10 глава говорит, и 11 глава, потом он, Господь, может тебе просто забрать. И в этом все, кто этим занимается? Сатана. То есть, Бог дает ему, он позволит. Так, как он сделал с Иовом. Бог сверхъестественно ощущал Иова. И был момент, когда Божья рука, он просто убрал. Если ты хочешь, братья и сестры, чтобы была Божья рука на твоей жизни, тогда будь поскольку можно поближе к Иисусу Христу. И Писание. И хотя бы иногда, когда Господь все равно допускает, чтобы было испытание какое-то, хотя бы, чтобы это не было вот такое, что вот, я страдаю, потому что я то и такое, такое, такое сделал. Понимаешь? Понятно? Иногда человек, я не понимаю Господа. И Господь потом даст. Когда иногда Господь позволяет, и Господь испытывает. Если Он испытывает, и тогда Он будет благословить. Он все знает, и все будет хорошо. Но самое главное, когда есть испытания, и испытания будут. Будут искушения. Искушения, испытания вот такие. Когда они есть, братья и сестры, вот главное мы закончили. Просто лови из эст. Пускай, чтобы вот, это испытание сделал свое дело в сердце твоем. Понятно? И чтобы было сделано до конца. Когда я, когда у нас есть, и бывает, что у нас есть люди, они уходят отсюда. Есть правильный путь уходить из церкви, и есть неправильный путь. Правильный порядок и неправильный. И когда люди уходят неправильным, я знаю, что вот у этого человека Господь будет с ними работать. И я всегда так молюсь, Господь. Пускай, чтобы твоя работа была сделана в них. Побыстрее. Аминь. Аминь. Чтобы срок не был такой длинный, но чтобы было полный. Те, которые возвращают, еще не разобрались, они на сто процентов повторяют те же самые. Еще не научились. Поэтому надо молиться. Господь, когда есть питание, Господь, открой меня, что мне надо здесь учить. Аминь. Я его сделаю. Чтобы испытание уже прошло побыстрее. И так легче. Аминь. Ну, хорошо, братья и сестры, спасибо. И уже в следующей неделе мы не будем повторить вот эти вступительные. Мы сразу на стих 4. И будем смотреть на это. Спасибо за внимание. И сейчас давайте сделаем перерыв. Спасибо.